Рак, перископ, майки, точка орг Заходи на страницу, не пожалеешь, бро Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки Одежда с огромным каталогом принтов Выражай себя в принтах и дари подарки близким Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей Ты еще не понял, заходи тут Ссылка в описании, это лучший магазин, бау Субтитры сделал DimaTorzok Он специально подослал Параона, Фейса Они их вырастили на грязи И типа рэп существует Но на самом деле На самом деле это просто пустота Вот рэп, он был тогда, когда был в стиме Отключите интернет, например И включите любой клип рэпера Его не будет Фарона мне заходит, ахуент Параон очень такой Жду его ремесу Талант Фары В первую очередь, знаете, в чем? В том, что всякая хуета, живущая далеко от инкада Всякое, блядь, нищебродство Было не в состоянии понять вообще, что он считает В тему Его талант в том, что он каждому доступен Вот ты, например, АК-47 понял его А Фарик тебе не доступен Поэтому его талант Поэтому хейдеры и Фарик Это в основном, блядь, ебанные нищеброды Которые живут в египенях Которые ничего кроме своих египеней не видели Нигде не были Ничего себе не могут позволить Просто люди, которые сжигали всю жизнь А ты обзывал Вот они не понимают Пайка это, наверное, выходить Как тебе такой вариант Это вот мое предположение Я, конечно, не утверждаю, могут ошибаться, но я Вот как Важная вещь Долго мы не могли понять Вот Фараон, да, он похож на Женю из папиных дочек И мы вдруг поняли, что В этих тусовке они все, да, кого-то олицетворяют Фараон очень похож на Женю из папиных дочек Вот много знал Просто, типа Ну вот Я бы хотел, чтобы подпись пришел Все И я туда не пойду Даже если меня позовутся Потому что Видео такого формата Это полный долбоебизм Слушать, блять Сидеть там какие-нибудь Лизеров Фараонов И Какую-нибудь профишку И музыку, блять И, типа, гады это все Да я ебал Я столько музыки, блять На русском не слушаю На русском Сидеть Вот эти вот Вы говнохейтеры Знаете Блять Фейс Гондон Фараон Чмо Блять Там Я не знаю Этот Рекеев рулит Вы че Ебанутые там Совсем Что Дебилы, блять Кто рулит то, блять Еще Карандаш, блять Рули Мне просто как бы нравится Аналог этой песни У группы Unoverished Gang Которая Выписана где-то Может год назад С этим же Сэмплом Но они переделали Конечно, Джимбо посильнее сделал У меня че грузишь-то Потом че Фараон Трек Убийца Лидл пимп, блять Я еще не еду на концерт Трек Убийца Я не понимаю, зачем он его выпустил Если он Специал велел складу, блять Там как бы это Говорил то, что нахуй надо Управить этого стиля Типа дьявольского Там про убийство И сам выпускает Убийца Я вот это вот тоже не понял Не, ну Трек как бы че Ну, фараон Убийца Я правильно не понял Пять минут назад Фараон я все равно люблю Мне нравится Шли мы пошли Я Я Обожаю Фараон хороший Люблю Пять минут назад Трекущий Вообще Этот, как он Бульвар Депотом Бульвар Депотом Да, портаны ровные Слушай, я сегодня на русской Говорю Там про размер шишков Пушка вообще У тебя размер шишков на микрофоне Фара не лучше, братан Фара лучший Такой ты тупой, конечно Да, у него все отлично Никак И все? Что типа это больше такая поп игра Ты еще скрр Вы романы знаете? Я слышал нуля Да, да, да Скрия Скрия Ждешь ольбом пары? Нет Ну, типа я его послушаю Ну, что мне его ждать Ну, че мне его ждать Кто из молодых талантов? Я не знаю, я тут недавно писал, что мне приколы там Фарос, Криптонит, да, там местами, ATL, Бамбл Бизи, и все говорят, это уже не олдскул, чувак. Ты че, это, ну, они же молоды для меня, я-то стар. Люди пишут, стареешь, я же старею. Против Тима, как тебе Фараон? Раньше был пиздат, и сейчас уже как-то такой средний. Блядь, я не успеваю все сообщения читать, чуваки, поэтому, если че, не обидь, типа, у меня нет неудобных тем, я могу прочитать все, что угодно. Будешь ли петь с Фараоном? А что я могу, блядь, петь с Фараоном? Я не знаю, где он, что, есть песня какая-то или что. Нет ни с кем песен, кроме каких-то чуваков из Уфы, с которыми я когда-то по ошибке записал песню, блядь. Третий мой любимый фит с Фараоном, блядь, все понятно. Олег, че? Фестиваль Маятник Фуко. Фестиваль в Санкт-Петербурге, там выступит Фараон, ATL, Хаски, там Гнойный, Бекрашен Босс и так далее. Фараон, ну, блядь, прикольно, наверное. Есть, мне нравится один трек точно. Знаешь, да все, мне и Фейс нравится, и Фараон, и, ну, те, кто на слуху, тех, кого вы точно знаете. Так что, ну, они прикольные, они, я бы на вашем месте так сильно вот не стал обсуждать. То, что они делают, это логическое продолжение современного хип-хопа. Извините. Фараон клево делает, тут без проблем, без вопросов. Он, конечно, конечно, это, скорее всего, проект продюсированный, но в любом случае на выходе очень классный продукт. Олег Лос-П, Олег Лос-П. Тебя люблю. Фарус, Дере, поздравил. Фараон день рождения сегодня, что ли? Ну, с днем рождения. Кто-то говорил, кто к нам с мечом придет, этот меча и пойдет. Ну, типа такого. Ему тоже успехов в творчестве и всего хорошего. Хороший Натали. Как относишь к Фараону? Отношусь хорошо? Да нет, да, знаешь, типа, я вообще уважаю людей, многих артистов, которые вот лишний раз вот не выебываются и, блядь, не пускают свои сплетни. Я уж не буду тыкать пальцем, я думаю, вы сами понимаете о коме, что много мусора, мусора льется из их рта в последнее время. Блядь, ну это не дело, пацанов, нормальный пацан, даже если тебе не нравится рэпер, ну вот делает он откровенно хуйню, да? Ну вот есть артисты, которые мне не нравятся, но которые сейчас вот собирают тысячные площадки. Блядь, я могу сказать, что их музыка хуйня, да? Но я могу отличить человека от его репертуара. Есть реально хорошие пацаны, но делают музыку хуёвую. Есть пацаны, которые делают охуенную музыку, но сами они в жизни гнилые пидорасы. Ну типа, есть своё мнение, блядь, ну, главное, что ты знаешь и заебись. А люди сами уже будут, как бы, ну, выстраивать для себя картинку, складывать пазл и как бы навязывать сам своё мнение. Ну нахуй это кому надо вообще, правильно? Правильно. Поэтому... Как познакомиться с Фараоном? В Ростове на концерте, когда он приезжал, тут, собственно, и познакомились. С Вайт Панком списались. Они пригласили на концерт. Я пришёл. После Конска пообщались. У них было два концерта подряд. На следующий день, ночью, Фара послушал уход и пригласил меня выступить у него на Каннске. Ну, я вышел во время сета. Рок старый Мари ебанул. Было круто. Вообще безумие. В толпу летали. С Фарой. Ну, если будут интересные какие-то треки, я с удовольствием заскочил бы на куплетик. С Фарой мне нравится кататься в самеске. Привет, привет. И, короче, записали. Сняли клипчик даже. Даже Фараон этот клип выставил на Дэд Дайнести. Но потом прошло время, они что-то там удалили это всё. Мы минимально поддерживали какое-то общение. И я там двигался, двигался дальше. И написал, типа, чувак, возьми меня к себе в банду. Я тоже хочу там, типа, рэпчик писать там с вами. Мне нравилось, как они собирают, типа, людей. И вообще, мне нравилось, как они двигаются. Но, конечно, рэпчик был неслушабельным, можно так сказать. Ну, так же, как и у меня, мне кажется. Но всё равно пацаны двигались, и мне это нравилось. Но Фараон сказал мне, молодой, завязывай, ты не с нами. Ну, и я такой сел, подумал о жизни, и со временем получилось. 0,44 кон. Я имею то, что я имею. Бля, ребята, если вы считаете, что разговариваете о музыке, это значит задавать мне вопросы про Фару, Тефеста и Фейса, и, блядь, всё в таком духе, вы, блядь, глубоко заблуждаетесь, блядь, вы вообще нахуй не по адресу, блядь. Идите, блядь, я не знаю, в Твиттере где-нибудь, на флоу эти вопросы, ебанутые, задавайте, блядь. Не нужно меня спрашивать, блядь, про русских рэперов, вообще про русскоязычную музыку, блядь. Хотите говорить о музыке? Давайте говорить о музыке, блядь, конкретно, в целом, блядь. О чём-то интересном, о них хуй те, вот этой вот, блядь, которая, блядь, просто у вас на виду, передебаун светится, блядь, и завтра её не будет. Пит давно быть, но он фитанул, свелил с квадом. Мне не нравится, когда пацаны русские читают про какую-то загробную хуйню, когда они, наверное, даже не похоронили никого. Я это как Глеб, блядь, вначале, со своей загробной хуйней выехал. Ты гонят, ёпта, базар ноль. Фараон нормальный пацан. Хоть, нахуй, топора, блядь, ставить в судье, нахуй, Тифеста и Фараона, блядь, вашего. Фараон, если ты меня слышишь, я тебе сколько раз намекал, сколько раз хотел с собой совместный трек. Ты знаешь, блядь, что нас с тобой связывает? А? Ты мне что-то хочешь, всем залечиваешь, что, блядь, ты, нахуй, на Гуфе вырос, а сам пишешься со шнуром, ты снимаешься в клипах, ты чё, блядь, ты снимаешься в клипах, ты чё, блядь, дитё неразумное, набери мне, позвони, спроси у Леси мой номер, придурок, блядь. Ты дохуя умный, блядь, там, самоубийца, блядь, я самоубийца, понял, я кололся, блядь, специально, чтобы умирать, потому что знал, что меня откачивают, нахуй, ты не кто, блядь, пока здесь, докажи, что ты пацан, что меня откачивают, нахуй, ты не кто, блядь, пока здесь, Докажи, что ты пацан, блядь, и хвостик свой срежь, нахуй, понял? Приезжай ко мне, поговори раз на раз со мной, сука, я тебе, блядь, выскажу все, выскажи мне все, я тебе выскажу. Батл хочешь ты, и пойдем наверх, сэп тебя разъебу тоже, понял? Я мало вас разъебал сегодня. Случилось то, что Леха заебался вас терпеть, нахуй, малолетних, блядь, придурков, блядь, хуесосов, блядь, понятно? У меня есть уважаемые люди в рэпе, я сам дохуя уважаемый человек, у меня охуенный авторитет для постраде, и вы мне его хуй чем испортите, понятно, сука? Трек с фараоном был способ хрипануть. Ой, блядь. Не, нормально, парень, завариваю. По поводу, как отношусь к фараону, я к нему отношусь спокойно, всегда отношусь к нему спокойно. Ничего не скажу про фараона, и вообще никак не отношусь к нему. Как мне к нему относиться, типа, я его не знаю, вообще кто он, есть толком, ну, в смысле, блядь, их человек. И все такое, как артист, но он, блядь, делает круто. Но в последнее время мне не нравится, что он делает. Ну, хуй знает, типа. Мне и скриптонит в последнее время не нравится, что делает. Ну, блядь, последние релизы, особенно скриптонита, пиздец, хуя, ну. К фараону отношусь замечательно. Просто красавчик. Реально, братух, уважаю. Ну, базарю, реально уважаю. Скажи про фару, плиз. Что сказать про фару? Пацаны молодцы. Работают, делают дела. Красавчики. Музыку не вот прям воспринимаю его, но... То, что они что-то делают, красавцы. Глушитель я не одел. Мне вообще не понравился этот клип, блядь, новый. Да. Типа, блядь, ну, это, конечно, прикольно, с одной стороны. Немножко хотя бы разнообразие какое-то. Ну, блядь, опять же в лес. Опять в лесу. Только на этот раз со страйкбольными пушками, блядь, попрыгали в лесу и все. Ну и че это, блядь, такое? И, типа, фраза вот эта вот... Ну, типа, ну, это не бенгер, чуваки, нихуя. Типа, лучше я надену глушитель, лучше я надену глушитель. Вообще, вот эти повторения... Я, конечно, понимаю, что сейчас припевы, блядь, из одного, сука, из одной фразы состоят. Я вот очень восхищён творением этого. Лил Морти, по-моему, да, так называется? У него есть песня «Грязный Морти». Вот там вообще просто настолько охуенный припев. Я вам даже сейчас исполню. Я грязный Морти. У-у-у, я грязный Морти. Э-э-э, я грязный Морти. У-у-у, я грязный Морти. Э-э, дёрти-дёрти-дёрти-дёрти-дёрти-дёрти. У-у-у, Морти-морти-морти-морти-морти-морти-дёрти. Э-э, я когда первый раз услышал, я просто охуел. Восхищён был. А ещё вот это. Формула-один, мы, Формула-один, мы, Формула-один, мы, Формула-один, мы, Формула-один. Это пиздец, блядь. О-о-о-о. Короче, когда-нибудь я сделаю трек из одного слова, блядь. Вот весь трек будет в одно слово. Типа, рэп, рэп, рэп-у-у, эй, скра, рэп-у-у. Ну вот первый трек. Ну, если честно, мне не очень нравятся биты Фарика, как бы. Поэтому, сейчас первый трек. Ну, на следующем треке тоже будет бит Фарик, к сожалению. А, или нет. Или нет. Нет, на следующем не будет. Так что всё нормально. Всё, живём. Живём на следующем треке. Не будет бита от Фарика. Я запомнилась из этого трека фраза. Детка, ну, вот эту, которую ты говоришь обычно, если в офисе подходишь к принтеру, и какая-нибудь женщина говорит. Ой, у меня скоро инфаркт будет. А ты говоришь, детка, сплюнь и подай бумагу. Вот это очень жизненная такая вещь. Фарик подметил. Неплохо. Как ты относишься к Фараону? Хорошо отношусь к Фараону. Он ещё давно ничего не выпускал. Надеюсь, что он что-то готовит крупное. У Свары я бы ебанул какой-нибудь трэш-метал сто пудов. Не какой-нибудь хоп-трек. Точно нет. А вот именно трэш-метал какой-нибудь. Типа, чтобы это было интересно, типа, и для него, и для меня. Не комплексую, но, ну, 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 блядь. Как относишься к Фараону? Специально для тех чуваков, которые снимают сейчас эту хуйню. И потом выложат её, напишут трилпил, о, так далее. Там, видимо, уже Фараоне. К Фараону я отношусь. Тут барабанная дробь. Вы готовы? Охуительно! К творчеству Фараона отношусь спокойно. Ну, вот. Ну, и вообще, это, как бы, первым, кто эту всю тему замутил, был Янг Трэпа. Но Янг Трэпа сейчас в местах не столь отдалённых, поэтому Фараон подчивает на его лаврах. Хотя многие говорят, что Янг Трэпа не так качественно, как Фараон делает. К Фараону? Да нейтрально. Ну, он, как бы, молодец, что делает. Для своих годов очень многое. Ну, ладно, значит, Фараон, вы... Вот, ребят, вы... Во мне целенаправленный ненависть вы живёте. Какой нахуй Фараон, ёбранный стыд, блядь? Ну, типа... Дистрофик с какой-то пидорской пчёлкой, блядь, неподобный уёбок просто, блядь, пиздец, реально. Нахуй этого вы ебану, блядь. Серьёзно. Это вот те люди, которые просто не должны жить, реально. Его вот во всех эпитетах, как бы, всю мою позицию о нём отражает. И вообще, вот, всю мою позицию о вот большинстве русских рэперов отражает, блядь, в этот бумажный пакет, ёбранный. Вот, если кто смотрел, если кто не смотрел, посмотрите, мой бумажный пакет. Но, вот, уже он, я не помню, бродь. Как мне Фараон? Фараон мне нравится. Те треки, которые я слышал, ну, это прям... Это голос поколения, это надо ценить, понимать и вообще... Ну, то есть, это срез того, чем дышат шоколота молодёжь, я не знаю. Но, в целом, как бы, мне правда нравится. Это хорошие треки. Спасибо. Спасибо.